Мы находимся в городе София, это столица Болгарии. Это русская церковь. Здесь служит отец Зотик, мы с ним познакомились, подарили ему книги, 38 томов. Сегодня воскресенье, мы отдыхаем. Отдыхаем, а завтра пойдем в посольство. Греческое. Пойдем в библиотеку. Если даст Господь, все будет благополучно, то поедем дальше по городам и весям. А вон там наш четвероногий друг со своим хозяином гуляет. Гуляет здесь тени. Температура 30, а может выше даже, 30 градусов. Очень жарко здесь. Здесь растут такие растения, которых нет у нас в России, тем более в Сибири. Большие акации, деревья. Акации в виде деревьев. Какие-то еще деревья, даже не знаю их названий. Уже розы распустились, цветут вовсю. Плодоносят различные кустарники, деревья. Он очень игровитый урагам у нас. Особенно с палочками он любит играть. Вот ты пошел плясать. Вот, пошел. София ему или Барнаул, Потеряевка, или какая разница. Главное играть и жизни радоваться. Все дышащее дохвалит творца. Вот он, четвероногий друг наш, охранник. Бросается на голубей он здесь диких. Вот на эти. Зотик. Почему в окна не видать людей? Отец Зотик. Болгарская академия. Нашибся, отец Зотик. Ну, что ты голубей? Я не пойму, что природа на лучших людей. Это не просто смысл. Вот, где у нас она. Да. Как это все у меня запасно было все, как в фильме «Я легенда». А пустеет города. Ну, собака такая заходит. Подберешься, чтобы не уйти, не к нам пытался подойти. Но я его нигде не допускаю, это общение ни с одной собакой. потому что он не лёгкий, не дай бог какая-то зараза. И ему общаться ни с кем нельзя. С никакими эритиками. Такие строгие условия. Я подошёл, говорю, как дела? Ни с какими эритиками. Он как щихнул на меня, я понял, что щихал я на ваши дела. Мучаюсь с вами по всей Европе. Ну, тут отошёл маленько. Тут воды ему дал бы. Ну, вот он. Вот вам и загадка. Вот как наш ураган. Четыре благовестника, а десять ног. Что это означает? А вот и посчитайте. Нас трое. Игнат Тихонович, я, Виктор Николаевич, и брат Николай Кручинов. Да ещё ураган четыре ноги. Получается, четыре благовестника и десять ног. Мы находимся около храма, русского храма в Болгарии, в городе София. Вот отдыхает там Игнат Тихонович с ураганом. И ураган неравнодушен голубям. Бросается на них. Но там его растянули на две растяжки. На цепочку посадили. Посадили Игнат Тихонович. И крутиться он не может. Но лает на голубей, бросается. Прохожие опасаются. Это около храма. В Болгарии, города София. Вот такая информация. Написано на болгарском. Болгарском. И написано на английском. А вот план храма. Это здесь речь идет о храме святого Александра Невского. Он здесь недалеко от этого русского храма. Так здесь и называется русская церковь, кстати. Отец Зотик служил сегодня в божественной литургией. Мы с ним познакомились. Подарили книги. Все 38 томов. Вот такая информация здесь. О храме. святителя Николая Чудотворца. Так, это я ошибся. Это речь не о храме святителя Александра Невского, а святителя Николая Чудотворца идет. Просто здесь говорится, что он построен одновременно с храмом святого Александра Невского. Простите за ошибку. Но там план этого храма. Вот современная София, столица Болгарии. Сегодня воскресный день 16 июня 2013 год. И удивительно, я думаю, что в воскресенье не будет такого движения на улице. А тут постоянное движение. Куда-то спешат люди. Суета-сует, сказал Экклесиаст. А вот наша газелька, которая прошла 11 тысяч, даже больше километров от Барнаула. Вот брат Николай наш, шофер от Бога, данный Господом. Слава Богу. Были у нас поломки. Вот он машет рукой. Ну, поломки такие, что делали дорогой и дальше ехали. Вот теперь мы в Софии, в Болгарии. Здесь климат черноморский. Примерно мы находимся на широте города Сочи. В городе Сочи самая теплая зима в России. Я преподаю географию. Я, Савченко Виктор Николаевич, потеряю в Киеве. Вспоминаю из географии температуру в городе Сочи в январе плюс 6 в среднем. Вот в Болгарии подобный климат. Это наш брат Николай. Продолжение следует...